Привет, дорогие друзья! Продолжаем говорить об инсайтах, которые получили в процессе конференции. Итак, маленькая деталь. Когда покаялся Тимофей, то есть стал учеником, вот написано, молодой парень, мы знаем из посланий к Тимофею о том, что он был очень молодым, покаялся Тимофей, у него отец был Эллином, а мать была иудейкой. И Павел, будучи человеком, который рожден, воспитан в иудейской традиции, он ему говорит, все у тебя хорошо, теперь давай, говорит, мы должны маленькую деталь такую одну исправить, потому что может вызвать какие-то разногласия у людей, которые обращают на это внимание. И Тимофей ему говорит, ну да, конечно, я готов, что нужно сейчас делать, куда поехать, все оставить. И в это время Павел достает свой нож и говорит, нет, мы должны принести тебя в жертву. Да, но не всего, а только маленькую часть. И там написано, что он его обрезал перед тем, как пойти проповедовать с ним Евангелие. И вы знаете, когда... все было хорошо, ладно, обрезание, там очень многие в то время обрезывались, потому что они считали, что сначала нужно стать иудеем, а потом принимать Иисуса Христа. Но дело даже не в этом. Смотрите, что происходит. Когда Тимофей получил это обрезание, когда он уже получил откровение следовать за Павлом, когда он принял его своим лидером, когда он шел за ним безоговорочно и стал его одним из самых любимых учеников, если вообще не самым любимым, он его сыном даже называл, Павел, в свое время. Так вот, в этот момент у Тимофея появляется такое откровение. Смотрите, во-первых, он, так как и сила, претерпев такую страшную операцию, как обрезание, уже в зрелом возрасте, хорошо, что делается всего один раз, не надо каждый раз этого делать. Так вот, болезненную такую операцию, претерпев, он вдруг сталкивался, так как и сила, с тем, что Павел не знает, куда идти. Смотрите, у них команда уже состоит из трех человек. Это Павел, это Сила и это Тимофей. И интересная вещь, что кто пишет вообще всю эту историю, деяния апостолов, мы знаем, да, что пишет ее Лука. Да, и там есть такой очень интересный переходный момент, что когда они собрались обсуждать, что им делать дальше, то сначала и повествование идет в третьем лице, то есть они там делали то, они делали это, а потом вдруг в одном единственном стихе написано, и мы решили пойти туда-то, или мы определились идти туда-то. То есть Лука становится автоматически членами команды. И так мы уже знаем, что перед походом в Македонию у них образовалась команда из четырех человек. И каждый из них пошел на какие-то жертвы. Например, Лука, скорее всего, лишился своего места работы, потому что врач, даже по тем временам, это была очень уважаемая профессия. Тимофей лишился чего-то, чего у него раньше было с собой, то есть ему сделали обрезание, и он просто обрезал не только в этот момент свою крайнюю плоть, он обрезал свое сердце, потому что доверится вот так вот слепо человеку, которого он недавно только встретил, услышал Слово Божие, и открылось его сердце. Он стал частью команды, он много чем пожертвовал. И сила, который присоединился к Павлу, потому что он был человеком, который требовал, ну, к себе, по крайней мере, от Бога утешения. Он обращался, скорее всего, и к Варнаве, но остался он все-таки служить с Павлом. И вот эти люди отправляются в Македонию, и там начинает проповедоваться Евангелие. Помним, что на самом деле самые большие церкви, и вообще, в принципе, вся католическая церковь после этого, не только католическая, а византийская, и все церкви после этого, они появлялись в Европе. Потому что Бог хотел, чтобы в этом месте, где было самое большое и неоправданное, и дал поклонство на тот момент, Бог утвердил свое влияние. И в конце концов, так оно и произошло. Спустя 300 лет после этого похода, христианство впервые становится официальной религией целой империи. И произошло это потому, что несколько человек сошлись в молитве, получили видение, пожертвовали собой, пожертвовали какими-то своими, может быть, устоями, своими привычками, и отправились совсем в незнакомое место. Даже после того, как они хотели куда-то пойти, но дух запретил. Поэтому, если у вас есть откровение от Бога, куда-то идти, с кем-то создавать команду, не медлите, создавайте ее, идите. Бог исправит все ваши пути. Будьте чувствительны к Святому Духу, и Он направит ваши пути. Он вам скажет, куда можно идти, а куда идти нельзя. Будьте благостовенны. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok